Знаете, мерить категориями доволен-недоволен, верю-неверю, но это людям понятно. На самом деле должно быть понятие доверия. Это той категории, которую можно измерять, можете быть недовольны, но доверять власти. Доверие ко всем государственным институциям крайне низкое, независимо от того, какие они представляют. Вообще веры в государство, как в институт, все меньше и меньше. Вот это очень тревожный маркер, если с ним не будут бороться. Действительно, чаще начнутся разговоры о том, что перевыбор единственный возможный сценарий как-то выхода, понижения градуса. Нужен какой-то предохранитель. На чайнике должен быть свисток. Свисток на самом деле свистит уже давно. Вопрос в другом. Насколько эта власть, независимо от того, о каких институциях мы сейчас говорим, адекватно воспринимает реальность. Если она вакуумируется, если она закрывается, если у нее появляется некий такой аутизм, то, знаете, когда она не видит внешних факторов, вот тогда начинаются совершенно другие процессы. Она живет в своем микромире, а люди живут в своем. Мне хотелось бы верить в то, что все-таки 17-й год позволит все-таки наладить коммуникацию. Когда говорили о том, что все-таки нужен здоровый диалог, а не кулуарные какие-то договоренности, о том, что должна реагировать власть адекватно на критику, на альтернативное мнение, она должна все-таки позволять себя контролировать. Это то, что должно быть в демократическом обществе. Мне хотелось бы в 17-м году увидеть все равно закон об оппозиции, который позволил бы урегулировать все равно деятельность, потому что у нас же сейчас очень в тренде быть оппозиции, правильно? Оппозиционеров много, но у них очень мало рычагов влияния, давления и контроля действующей власти. Это надо все равно ввести в какое-то законодательное поле и обязательно это проголосовать. Хотелось бы верить в то, что у нас будет все-таки реализована судебная реформа, в том, что все-таки у нас будет налоговая реформа, и эти вещи, без которых дальше двигаться нельзя. Если это все будет так же двигаться, то там не то, что 80% будут недовольны, они потеряют окончательно доверие к этой власти.